Доброе утро еще раз всем тем, кто к нам присоединился. И прямо сейчас с удовольствием представляем нашу гостью, которая уже находится в нашей студии. Это Элина Розина, психолог. Доброе утро, Элина. Мы сегодня пытаемся, так сказать, вычислить рецепт счастья. И вообще, существует ли оно, это самое счастье? И есть ли какие-нибудь основные способы его достижения? Способы достижения счастья. Ну, знаете, психологи в этом, как и во всем другом, расходятся во мнениях. Мое представление о том, что счастье – это все-таки ощущение момента. Это не постоянное состояние. Ну, вот, чтобы было нагляднее, приведу пример о том, что, ну, знаете, говорят, она плакала от счастья, или он порхал, летал от счастья. Представляете, человек все время находящийся в таком состоянии. Все-таки счастье – это какое-то ощущение момента, ощущение блаженства, может быть, некоторая эйфория. Если то, что в основном люди, ну, там, быту подразумевают под счастьем, скорее это удовольствие, это может быть радость, это может быть человек удовлетворен, человек, да, получает удовлетворение от своей жизни. Тогда счастье у каждого оно свое, и, ну, у вас, наверное, свое, а у меня свое. Потому что потребности у нас с вами разные у всех. И когда мы их удовлетворяем, тогда мы становимся вот такими вот счастливыми, на время хотя бы. Ну, хорошо. Счастье – это внутреннее состояние. Вопрос вообще, что такое счастье тогда? Потому что мне казалось, что, возможно, вот такая удовлетворенность, да, какое-то состояние, ощущение стабильности – это тоже в какой-то степени счастье? Или все-таки нет? Угу. Я думаю, да. Мы вчера с коллегами пытались обсуждать этот вопрос, не сошлись во мнениях, как обычно. Вот. Но идея была такая, что в каждом счастье есть и доля радости, и доля удовольствия, и доля удовлетворения, и еще чего-то. Ну, все зависит от того, на какой основе это счастье построено. Ну, например, есть счастье от отношений. Там больше радости и удовольствия. Ну, точнее, удовольствия, наверное. А вот если это радость от достижения, ну, каких-то целей, ну, там, наверное, скорее, не знаю, про удовлетворение, что ли. Ну, не знаю. У каждого оно точно свое. То есть нет единого рецепта, чтобы вот делать это, 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 там, занимайтесь этим, 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 и будете вы счастливы? Нет. Я думаю, нет. Мне нравится фраза из книги Вербера, Бернарда Вербера, о том, что, ну, когда Бог спустился, один из богов, там, такой многобожий, спустился на землю, и он очень негодовал, почему же люди не хотят быть счастливыми. Он говорил о том, что почему-то люди хотят не быть несчастными, а вот счастливыми быть не хотят. Это не одно и то же? Оказывается, нет. Потому что не быть несчастными, это, ну, соблюдать, ну, скажем так, не рисковать, например. Ну, вот в безопасности вполне человек, ну, вряд ли может быть несчастным. Вот. А ведь получить вот этот драйв, вот этот кайф, это удовлетворение какое-то, ну, это можно только рискуя. Хорошо, а бывают какие-то уровни счастья, допустим, там, счастье в полном объеме или счастье как в каком-нибудь определенной, ну, аспекте жизни. Например, я счастлив, там, на работе, а вот дома не несчастлив, или наоборот? Угу. Угу. Ну, мне кажется, что действительно счастье, если рассматривать его как острое счастье, да, как не хроническое, а как ощущение момента, то, правда, я могу приходить на работу и чувствовать себя здесь счастливой, а потом приходить домой и как-то немножко несчастной. Вот. А бывают люди, которые не готовы принять счастье? Да. Их большинство. Как себя подготовить к этому? Как изменить эту ситуацию? А из-за чего, кстати, почему их большинство? Я думаю, что мало кто действительно может находиться полностью здесь и сейчас. Ну, то есть всеми своими пяти органами чувств ощущать, где находишься, что с тобой происходит, да, и тогда можно действительно проживать это счастье всем телом, всей душой, не знаю, осознавать его, наслаждаться им. А если так бежать, лететь куда-то, не замечать, что с тобой происходит, да, можно, конечно, и горе не заметить в этот момент, но и счастья тогда не получается. А вообще, если можно, меня посетила вот идея о том, что, ну, вот это ощущение счастья, оно больше, ну, тогда, когда потребность какая-то была, ну, очень долго не удовлетворялась, и вот, наконец, она удовлетворилась, и вот тогда это ощущение счастья, ну, больше. Ну, знаете, да, как счастлива мать, когда она рожает своего ребеночка, да, или там ей слезы счастья на выпускном вечере, да, там, когда это долго, да, или влюбленные после долгой разлуки встречаются, вот оно, счастье. А бывает ситуация, когда ты вот чего-то долго ждешь, все для этого дела, чтобы что-то получить, и когда получаешь, вот, не испытываешь счастья, не испытываешь радость. Или оно какой-то такой момент на сиюминутный. Ну, да, какое-то несоответствие ожидания. Что с этим делать? Как себя настроить на то, чтобы получить удовольствие? Ну, говорят, чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться, вот, как бы, тут все просто. Ну, потому что жизнь, она немножко другая, чем наши ожидания. Вот, если научиться как-то наслаждаться тем, что есть, ну, это, наверное, такой, у каждого свой рецепт. Мы сегодня все утро, вернее, я сегодня все утро рассказывал какие-то пословицы народной мудрости, касающиеся счастья. И вот как-то народная мудрость, она подразумевает, что счастье все-таки нужно добиваться. То есть, там, счастье не в богатстве, а в труде. То есть, соответственно, нужно трудиться, да. То есть, тогда в процессе. Выстроенное счастье крепче, да. Да, то есть, ну, вся мысль о том, что, ну, нужно что-то делать для того, чтобы быть счастливым. А можно ли просто вот, ну, ничего не делать и при этом быть счастливым? Да, я думаю, можно. Но вот ребенок маленький, вот, действительно, когда с матерью рядом состояние блаженства, ничего не делает и счастлив при этом. Но вот, скорее, вот эти советы все, мне кажется, о том, как не быть несчастными. Вот они точно подходят, они помогают. Действительно, брать ответственность за свою жизнь в свои руки, действительно что-то делать, куда-то там, что-то достигать, там, добиваться. Вот. Ну, это тогда точно можно не быть несчастным. Сегодня тоже еще вот вычитали, что, оказывается, счастье где-то заложено на генетическом уровне. Да, что, ну, возможно, даже передается по наследству. Каким образом это могут подтвердить или не подтвердить психологи? Ну, я думаю, что счастье – это совокупность чувств. Если человек способен испытывать чувства, ну, в общем, ему по наследству передалось это, ну, способность, то он вполне может испытывать счастье. Ну, скорее, да. Я думаю, что в семьях с таким негативным настроем, ну, вот через поколение, множество поколений может передаваться такая, ну, неспособность скорее радоваться жизни. Может быть, не про счастье здесь, а скорее про радость. Или там, ну, есть такие, ну, я сталкиваюсь в своей практике с тем, что, ну, есть такое табу на радость или там, ну, как-то неприлично быть счастливым. Ну, когда люди страдают. Тише, 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 люди позавидуют. Да, да, да. Или там, когда дети в Африке умирают от голода, чувствовать вот сейчас счастье – это как-то нехорошо. Ну, всякое бывает. Возможно ли такой вариант, что мама, да, она, в принципе, может научить ребенка, да, быть счастливым по жизни? Там, я знаю, что все, ну, все психологи говорят о том, что основные какие-то качества, да, закладываются в детском возрасте. Да, что нужно делать маме, чтобы ребенок, может быть, на протяжении всей своей жизни ощущал себя счастливым? Ну, хотя бы там, да, вот. Ну, что нужно делать маме? Во-первых, любить. И во-вторых, и в-третьих. Любить своего ребенка. Принимать его таким, какой он есть. Радоваться его удачам. Огорчаться вместе с ним его неудачам, да. Готовить его к тому, чтобы он замечал даже маленькие радости. Обращать внимание, ну, то есть, ребенка на то, что мир все-таки прекрасен и удивительный. И мы говорим, что если мама сформировала, ну, так скажем, базовую безопасность, да, для ребенка, то тогда все шансы есть быть счастливым у этого маленького человечка, когда он вырастет. Какие-то фразы, которые говорят, не делаю, пойдешь, или там, не бери, порежешься. Вот эта программа влияет как-то на то, будет ребенок счастливым или нет? Или он будет всего бояться и жить в каком-то страхе? Ну, это как-то так глобально сразу берете. Если ребенок, ну, понятно, что мы смотрим за своими детками, чтобы они не свалились, не засунули пальцы в розетку и так далее. Ну, все это, конечно, есть. Но тревожность, если мама слишком тревожна, то эта тревога будет передаваться ребенку, и, возможно, там, ни в одном поколении мы будем наблюдать. Мы знаем уже, уже прослеживаются, да, какие-то вот в нескольких поколениях люди, которые там были в концлагере, да, пережили войну, пережили какие-то там стихийные бедствия. Вот эта тревожность, она может действительно, ну, на протяжении нескольких поколений проявлять себя. Есть против... вот если мы говорим, допустим, о счастье в отношениях, да, есть противоречивые высказывания о том, что либо человек, который не холост, да, он там живет меньше, да, по-моему, но при этом более счастлив. Есть, да, я читал о том, что люди, которые в браке находятся, да, в постоянных отношениях, они более счастливые. Из какой-то практики своей можете сказать о том, как дело обстоит на самом деле? Ну, все очень индивидуально, опять же, ну, есть люди, которые действительно могут быть счастливы только в отношениях. Ну, действительно, вот это сладкое слияние, которое происходит у влюбленных, там, первые, там, год-два-три совместной жизни, несчастье ли это, ну, для кого-то счастье, для кого-то ужас, да, люди, которые не способны строить отношения или плохо переносят близость, для них это, ну, в общем-то, большое испытание. Поэтому, ну, действительно, очень индивидуально. Ну, этого можно научиться, в принципе, да, вот строить отношения, допустим? Не всегда. Учиться можно, но есть действительно люди травмированные вот в детстве, в особенности, да. И тогда им совместная жизнь противопоказана, да? Не то, чтобы противопоказана, нужно учиться работать, действительно, менять себя, учиться строить отношения, там, принимать другого человека, ну, разность людей, особенности. Ну, это настолько, ну, как-то сложно обобщить. Как в отношениях? Вот мы тоже говорили об этом, когда, допустим, уже длительные отношения, и понятно, что уходят эти яркие эмоции. Как поддерживать это внутреннее состояние в отношениях счастья, в семье? Есть какие-то практические предыдущие? Букетно-конфетный период. Да. У всех бывает плохое настроение, приходят с работы. Как не дать плохим настроениям лица? Я думаю, как вот так в двух предложениях изложить, ну, так, то, чем я занимаюсь там много-много лет, достаточно сложно. Ну, во-первых, мне нравится идея о том, что, ну, правда, природа гормонально нас так подготовила, чтобы страсть длилась не более, ну, того периода, когда женщина может зачать, забеременеть, родить ребенка, поставить его на ноги. Дальше уже начинают работать другие гормоны, да, и тут вот что интересно, если страсть заканчивается, может ли это перейти в такую любовь, да, в привязанность, близость? Может. Это другие чувства, но только если действительно людей что-то объединяет, если у них есть что-то общее, если они действительно могут договариваться, тогда это можно, ну, растянуть на многие годы, да, не будет этого, ну, такой эйфории, хотя она может проявляться, ведь отношения, ну, это не такая картинка, которую можно сфотографировать, как фотографию, и повесить на стену. Это процесс, который мы ежесекундно строим, да, и проживаем. Поэтому, ну, конечно, на протяжении долгого времени, возможно, всякие спады, и подъемы в отношениях. Вот, ну, как бы, ну, можно очень много говорить, да, есть какие-то практические советы, и если вы откроете интернет, там есть, значит, миллион один способ, как, значит, мужа, там, не знаю, соблазнить, или как жену, чтобы она, там, любила дольше. Но ведь у каждого свое. Ну, кто-то там, правда, ну, заинтересованный, я не знаю, в каком-то, не знаю, кружевном белье, да, а кто-то просто хочет доброго слова. Пирога. Да. Или там, ну, просто элементарных слов, когда супруги через много лет говорят друг другу, «Ой, я люблю тебя, мне хорошо с тобой». Позвращаясь к народной мудрости о том, что счастье где-то в труде находится, да, как, собственно, сделать так, чтобы труд, а точнее, там, работа, да, доставляла, ну, вот не только удовольствие, может быть, счастье. Вообще, может ли работа доставлять счастье? Я думаю, может. В каких случаях? Ну, в тех случаях, если человек прислушивается к себе, там, обнаруживает свои потребности, следует за ними и находит себе ту работу, где ему правда интересно, где он получает удовольствие. Это же кто-то из великих сказал, найдите себе высокооплачиваемое хобби и никогда больше не работайте. Правда, можно получать удовольствие, быть счастливым. А если вот так вот сложилось, что работа не особо доставляет удовольствие, менять или можно каким-то образом себя настроить, перестроить свое отношение к этой работе? Или не стоит этим заниматься вообще? Лучше поменять работу и все. Ну, это все равно, что так поменять. Ну, отключить какие-то чувства можно у себя. Ну, какие-нибудь, там, не знаю, там, злость, обиду. Ну, ждать, пока это в эффект все какой-то выльется. Ну, на самом деле, очень сложно. Если работа не нравится, если тяжело, да, хорошо бы разбираться, что именно не нравится, что не подходит. Сама работа или отношения в коллективе, или в чем дискомфорт заключается. Можно, конечно, с этим работать, разбираться. В общем, психологи и психотерапевты как раз этим, в общем, и занимаются. Но как-то сильно вот насиловать себя, если, ну, работа не нравится, не устраивает, если это не твое. Ну, не знаю, можно, конечно, схлопотать потом какое-нибудь психосоматическое заболевание. До такой степени, да, можно все довести? Да, вполне. И очень часто, кстати. Ну, а какой-нибудь... Как-то обобщить себя. Мы можем какой-то общий дать, не знаю, совет или рекомендацию о том, что же делать для того, чтобы быть счастливой? Угу. Я думаю, можем. Я думаю, что вот общая такая рекомендация – это прислушиваться к себе, обнаружить свои чувства, свои потребности и пытаться их удовлетворить. То есть не чужие, не мамины, не соседские, а свои собственные потребности. Ведь ощущение счастья, ну, оно бывает правда от того, что, ну, что мы делаем что-то, что нужно, что нравится именно нам. Любить себя и баловать себя, наверное, да? Почему бы нет? Спасибо большое. У нас в гостях была психолог Ирина Ройзина. Спасибо, Ирина, огромное. Мне вот очень понравилась китайская пословица, раз мы уже заговорили о пословицах. Жизнь коротка. Нарушай правила, прощай быстро, целуй медленно, люби искренне, смейся неудержимо. Вот это один из рецептов счастья, возможно, такой обобщенный. Будьте счастливы и действительно не отказывайте себе в каких-то небольших даже, может быть, удовольствиях, которые приводят вас к какому-то состоянию счастья. Если для вас счастье с утра всем встать, включить телевизор и увидеть наши веселые и улыбающиеся лица, то почему бы и нет? Находите счастье в мелочах и извлекайте пользу из всего, что вокруг вас. И включайте седьмой канал каждое утро в 7 утра. Всего вам хорошего и хорошего дня. До следующего утра.